Здравствуйте, Всероссийский перекись населения. Переписчица Надежда Васянина заходит к последнему жильцу дома номер 18 на улице строителей, которого еще не переписали. До 12 часов дня Надежда трудится за вхозом в детском саду, а после обеда ее ждет другая работа. Переписчиком решил стать для того, чтобы узнать, сколько человек на самом деле проживает у нас в Акташе. Ну и самой интересно было. Работать с переписчиком ей не впервой. До этого принимала участие в сельскохозяйственной переписи. Надежда обходит примерно 20 домов в день. Среди них есть как частные, так и многоквартирные. Готова ответить на вопрос? Готова. Вопросы простые. Количество проживающих в квартире, их имена, условия дома, в котором проживают граждане и языки, которыми владеют, а также их национальность. Есть необязательные вопросы, на которые можно не отвечать. С работой переписчиков нередко связывают слухи и домыслы. Но сотрудники утверждают, многое на самом деле неправда. Некоторые люди говорят, что у них спрашивают доход, какой они имеют. Таких данных мы не спрашиваем. Нам это неинтересно. И вообще мы не имеем права такие данные спрашивать. Единственное, что спрашиваем, где человек работает, имеет ли доход. И все. Тем не менее, не все жители бывают рады переписчикам. Да, бывает. И не открывают, бывает и посылают. У переписчика должно быть удостоверение. Специальная форма, символика и планшет в руках. Перепись должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии ковида была перенесена. В гости переписчиков можно ждать с 8 утра до 8 вечера. Но принять участие можно не только таким традиционным способом. Любой житель может подойти в стационарные участки или в МФЦ. Отсканировав QR-код, можно перейти на страницу, где указаны все возможные пункты. А через госуслуги, заполнив переписной лист самостоятельно, можно пройти перепись до 8 ноября. Рината Столярова, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.